Дорогие братья и сестры, благодарю Бога и благодарю всех вас, что вы молились, что вы участвовали в том служении для вдов и сирот. В Украине там сделали шатдаун, локдаун, как правильно, не знаю, сказать. Но там, конечно, по сравнению с нами мы вообще здесь не чувствуем. Там им много нельзя делать, и пришлось поездить по областям, Полтавской области, Черкасской, Киевской. И там помогали вдовам, у которых дети несовершеннолетние, как-то мы сейчас больше так делаем. Пожалуйста, посмотрите то, что мы действительно любим не словом, языком, но делаем и истинную. Пожалуйста, братья, включите, а. Меня зовут Татьяна. Приехала в Черкассе на общение, меня пригласили, и я очень благодарна Богу, потому что он таким способом поддерживает таких, как я, сестер. Я очень благодарна ему за это. Я вдова уже в этом году будет 7 лет, летом. Больше 6 лет назад мой муж умер от того, что взорвался баллон и сильно ударило ему по голове. И этот удар был, он больше не приходил в себя в реанимации, так и умер. У нас осталось трое деток. А сейчас сколько вот маленьким? Самому меньшему 13 лет. Да, слава Богу, все живы, здоровы. Нелегко без мужа. Но Господь сказал, я отец для сирот и для вдов. Меня зовут Анна, у меня пятеро детей, но со мной сейчас живут трое. 16 лет, 15 и 11. Мужа похоронила 4 месяца назад. Попал он, заболел. Попал в больницу, пошел в поликлинику сделать снимок, и оттуда он больше не вернулся. Там ему стало плохо, и откачать его не смогли. Остановилось сердце, и все. А, сердцем, да? Да. На общение меня пригласили, я очень довольна, потому что таких общений практически не было. Ну, может, я не знаю, я всего лишь 4 месяца отдала. Но, ну, Бог никогда не оставляет, я всегда чувствую это. Мне очень понравилось общение, очень хорошее, и много Библии слов услышала, что для поддержки мне. Также и за материальную помощь Господь помогает. Пусть благодарю всех людей, кто жертвовал. Приветствую вас, дорогие мои. Меня зовут Инна. Я стала вдовой 4 месяца назад. Осталась с взрослым сыном 20-летним и дочечка моя маленькая, 5-летняя. Вот мы вдвоем остались, но не вдвоем, а с церковью, с Господом. Нас пригласили на конференцию. На общение, да. Общение, мы общались, разговаривали. Алексей Иванович очень интересный в общении, очень утешил, поддержал, простой в общении. Очень большое вам спасибо, что вы один друг друга благословляете и этим благословляете нас. Спасибо вам за материальное благословение, поддержку. Потратим, вот с дочечкой потратим на обувь, оденем, обуем, что-то купим. Большое вам спасибо. Спасибо благословений вам, и Господь вам воздаст. Любим вас во Христе Иисусе. Отчего у вас муж умер? Муж умер от перитонита. Инфекцию занесли от перитонита. Хорошо, благодарим вас. Меня зовут Марина, это мои дочечки. Я вдова, и у меня выпал такой шанс побывать на конференции. И я очень удивлена. Сегодня день праздник для меня, сюрприз. Я радуюсь, что братья согласились приехать ко мне домой, увидеть моих детей, услышать их, поговорить с ними. Для меня это очень ценно. Спасибо за материальную помощь, которую оказали. Конференция принесла очень много для меня, потому что я увидела женщин, которые тоже проходят трудный путь. И по потерям своих мужей с детьми, с детками остались. Тяжело им очень сильно. Такие встречи помогают нам дальше идти, двигаться, молиться друг за друга. Это у вас двое детей, да? Да, у меня двое девочек. Как тебя зовут? Кира. Кира. А тебя? Ангелина. Сколько тебе лет, Кира? Восемь. Восемь, да. А тебе? Двенадцать. Двенадцать. А муж, что ты говоришь, случилось? Он попал в автокатастрофу. Он верующий. Мы служили Богу и постоянно ездили на посещение, участвовали в церкви. Всякими способами служили Господу. Он ехал на работу и попал под КамАЗ. В автокатастрофу. Благодарим очень вас, что вы расположились, что Господь действительно действует в ваших сердцах. И дарит нам такие подарки, такие встречи, материально помогает. Это очень ценно. Это очень ценно. Пускай Бог благословит вас. Мы будем молиться о вас. Приветствую всех. Меня зовут Оксана. Я воспитываю двоих детей, двоих сыновей. Осталась вдовой в пятнадцатом году. Мой муж пришел домой в отпуск и умер от воспаления легких. И как долго он болел? Он недолго болел. Он буквально попал в больницу. И за десять дней он впал в кому четвертой стадии. И сразу же он с комы так и не вышел. Он умер. Хочу поблагодарить, во-первых, выразить сердечную благодарность за подобную конференцию. Потому что, как оказалось, вы знаете, вдовам не так много людей служит. И это очень на самом деле ценно, что есть подобные служения, есть подобные конференции, где мы можем получить какие-то ответы, благословения. Я хочу очень поблагодарить Бога за людей, чьи сердца были открыты, дать нам материальную помощь. Вдовы, которые на Украине, они нуждаются в этом, потому что жизнь у нас не очень легкая. Я хочу поблагодарить за шикарный стол, который был накрыт для нас. Я верю, что это все Господь делает. И я прошу у Бога, чтобы каждому человеку, который был причастен к этому, он воздал в 30, в 60 и в 100 крат, так как написано в Слове его. И через подобные конференции я просто еще раз убеждаюсь, что Бог помнит каждую вдову, каждую сироту. Мы не оставлены, мы не покинуты, а нас помнят и знают. Еще раз спасибо. Здравствуйте, меня зовут Игнать Сиуколька. Я воспитываю сама дочку. У меня муж погиб 6 лет назад, в 2015 году. После этой трагедии у меня получила инвалидность, так как на всех переживаниях и волнениях, этих утратах, я лежала в онкологии. Но, слава Богу, у меня был такой момент, когда была очень тяжелая ситуация, когда я была при смерти. И я тогда обратилась к Богу. И сказала, как ты считаешь нужным. Я приму твое решение. И, слава Богу, мне сделали операцию, у меня нет онкологии. Но я осталась на инвалидности. И сегодня мы были на конференции. Это еще тот этап, помощь нам, поддержка, которую мы получаем. Она нам, на самом деле, очень вдовом нужна. Потому что это внимание к нам, к нашим опросам, к Слову Божьему, которые нам несут и доносят до нас, это очень важно в нашей жизни. Я благодарна каждому за материальную помощь, кто нам ее оказывает. Большое спасибо вам. А сколько твоей дочке лет? 12 лет. 12 лет. Хорошо. Ну, благодарим вас. Да, спасибо вам огромное. Меня зовут Полина Шевченко. Моего мужа не стало 7 лет назад. Его сбила машина. Ехали молодые люди, полная машина. Все были под опьянением. У меня двое детей осталось. Сейчас младшему 8, а старшему почти 10 лет. Два мальчика. Это сколько лет? Как уже? 7 лет прошло. 7 лет. Да. Слава Богу, что он заботится, что его милость каждый день. И больше никто так, как нас не любит, как только Господь. Слава ему за это. Вижу его руку каждый день. Благодарна за эту конференцию. Много ответов для себя получила через слово. Спасибо также большое вам за материальную помощь. Слава Богу, что есть люди, которые служат, которые заботятся. Спасибо большое. А в каком вы городе живете? Я город Кременчуг. А, вы из Кременчуга сюда в Полтаву приехали? Да, в Полтаву. Церковь – источник жизни. А, это как далеко отсюда? Это 100 километров, да. Хорошо, благодарим. Меня зовут Лена Чернечкина. В 2013 году мы переехали с Луганской области в Полтавскую область. Муж целенаправленно хотел служить в селе. Ему поставили диагноз «острый ликоз». У нас четверо детей. На данный момент с младшим 8 лет, с старшей дочери 18. И вот я очень благодарна. Так 8 лет и 18, а где двое? 8, 15, потом мальчик у Диме. И 17 лет дочка еще, и старшая дочь. Теперь понятно. И мы всегда благодарны о заботе. Божьей и благодарны братьям, которые сегодня нам благословили нас средствами. И я очень благодарна за эту конференцию. Вот в Полтаве, которая проходит, меня пригласили. Никогда я не была на такой конференции. Это воодушевляет, это ободряет. Вот такое общение. И я бы, честно сказать, еще бы хотела иметь такие встречи. Ну, что вам препятствовать, уже замуж не выйдете, то еще можете побывать. Да, если... То есть вот это вот общение и это свидетельство, которые меня тоже ободряли, потому что я понимаю, что таких судеб очень много. Приветствую вас. Меня зовут Оксана. Я из города Полтавы. Приехала на это общение. Мне 34 года. Осталась вдова в октябре 2020 года. Это уже 6 месяцев, да? Да, 6 месяцев уже. Мой муж умер от опухоли, от глиобластома, опухоли головного мозга. У нас осталась дочь, ей 9 лет. Очень рада, что есть такая возможность общения, потому что очень мало проповедей на тему вдов, как быть дальше, жить и служение. И очень рада, что есть такая возможность быть в таком общении, познакомиться еще со многими сестрами. И вот спасибо большое за помощь, за материальную помощь. Это был такой сюрприз сегодня для меня, как Бог вот разными путями заботится. Слава Богу Ему за все. Приветствую. Меня зовут Татьяна. Я осталась с тобой 13 лет назад. Воспитываю двух деток. 13 лет и 17 лет. Мужа убила током. Я очень рада за это общение. Спасибо, что есть такие общения. Спасибо за материальную помощь. Благодарна за эти свидетельства, которые дают такую поддержку, что не одна я такая в своей беде. Спасибо за общение, за материальную помощь. А младше сколько у тебя лет? 13 лет. 13 лет. Это вы здесь в Полтавской области живете? Да. Как далеко тебе ехать до дома? 45 километров. 45 километров. Хорошо. Благодарим вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова